Всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Автодистракшн и Каспер, и мы начинаем смотреть матч Вичи-Гейминг-Джей против LGD-Гейминг. Да, так и есть. Опять же, снизу мы наблюдаем команду, которая занимает лидирующую позицию в группе, а Вичи-Джей являются пока что аутсайдерами. Но это не то чтобы аутсайдерами, а главными прецедентами на присоединение к аутсайдерам. Да, если они проигрывают, то мы уже просто видим CDC после обновления результатов, как только они заработали пятое свое поражение, сразу же попали в эту красную зону, значит, что они физически не могут никак выйти в стадию плей-офф. И вот пять побед, вернее, пять поражений являются вот этой критической отметкой, а так как у Вичи-Гейминг-Джей уже счет 4-4, и это последняя игра, то все в их руках. Да, пока на краю лезвия и Хомкин, Вичи-Гейминг и вот эти вот ребята Вичи-Джей. И смотри, что очень важно, LGD после предыдущей встречи гарантированно себе обеспечили выход в плей-офф. То есть для них эта игра, возможно, уже не так много значит. Возможно. Если только они не хотят там в сухую всех развалить, не знаю, может быть, у них есть какой-то фетиш. Ну, если есть возможность развалить в сухую, то почему бы и нет. Можно обозначить, что мы самые сильные тут в Китае, будем продолжать рвать потом и на мажоре. Да, ну, либо выйти с первого места в группе, а потом проиграть в первом матче в плей-оффах. Ну, хороший вариант, конечно. Я знаю, что сейчас ребята из ВП меня возненавидят, но что поделать. Смотри-ка, какой интересный бан делает Вичи-Джей. Третий бан — это СФ. Ну, мы понимаем, что мэби у нас игрец-умелец на СФ. Да, профессиональный шадоуфинт, ничего не скажешь. Ну, а также в бане находится ОД, еще и от Пугны избавились, плюс АКС. Специфический бан Пугны, на самом деле, возможно. Вичи-Джей хотят набрать себе прокастеров-кастеров магов. Да, может быть, просто еще... Хотя, да, скорее всего, скорее всего, именно это. Ну, потому что действительно специфичный бан. Может быть, какого-нибудь Кайрос Мейджа хотят взять? Может быть, и хотят. Так, а ЛДГейминг, в свою очередь, избавились от Никса Сасина, от Тимберсо, Расперита и Зомби. Кстати, обрати внимание на один такой интересный момент. Бонус тайм у ребят из ВГДжей. Шесть секунд всего осталось. Думают. Но очень долго думают. Не, ну много думать — это, конечно, хорошо, но иногда можно немного передумать. А ты представляешь, как сильно напрягает команду противника, когда человек так долго пикает? Просто на последних секундах второй пик, просто второй. И он просто на последних секундочек тянет до мысли своей, пытается расфасовывать. Это мне напоминает Хардстоун, когда там до фитиля тоже люди на первый ход просто ходят. И причем он сидит действительно с таким видом, будто он всю игру уже наперед продумал. Единственное, что ему нужно, вот чтобы фитиль догорел до конца, и тогда это будет... А есть и другие, есть пайперы, которые ждут с этим фитилем, пока твой оппонент вообще не ливнет, или же у него не отрубится интернет. Особенно те люди, которые через 3G играют, у них это не самое редкое явление. Ну, ладно. Ну вот и Хардстоун. Подъехал. Ну а что еще делать? Тут пока драфт идет, мы видим Шадоу Демона на четвертый пик, аж появляется Шадоу Демон. Ну, а его сложно было предугадать, на самом деле никаких там лун, ни каких-либо еще дивизионистов, ни на Терробейда вроде тоже намек нет. Хотя, с другой стороны, Джаггернаут может отправиться в мид-линию, Нага будет на четвертой позиции саппортить, Шадоу Демон пятая позиция, соответственно Сэнд Кинг в Харде. У Вичи есть целый ассортимент героев под Шадоу Демона. Луна, ТБ, Тракса есть, даже Тракса есть в куле. Ну слушай, это ведь может... Тракса не будет тут, как бы, это милешник. Смотри, ну Нага может ведь и в мид пойти спокойненько. Ну, может, конечно, она там будет стоять против алхимика тогда. Ну, герои в принципе бронированные, Нага-сирена, то есть Тучка там не сильно должна будет ее бить. Ну, посмотрим, что Вичи Джей решат. В конце концов, если Нагу выводить в кора, то ее иллюзия, благодаря Дизрапшину, будут очень многое делать по игре. Сильно отпушивать, сильно фармить, ИШД. Причем бедного Леона может просто не хватить. Да, извини, что перебил. В общем, Леон, вроде бы монодрейн есть, кулдаун 4 секунды. Кажется, мало, но там, когда будет идти на тебя 6 иллюзий... Да-да-да, в теории Леон является контрпиком Шадоу Демона, потому что он может избавляться от иллюзий за счет своих способностей. Но все-таки, да, их количество может превышать количество способностей Леона. Да-да-да. Ну, Легионка тоже вроде бы будет помогать. Все-таки Орвомин Отс хорошо пробивает. Что, кстати, по математике, сколько у нас тут иллюзий получают? 300%, да, ну, то есть с одних копий они падать не будут. Ну и ладно. Все еще в зависимости от артефактов, если летит какой-нибудь Нага с Тараской. Не, ну там же Орвоминг Отс, они в процентном соотношении по иллюзиям Валя, да, 25%. Все равно раздамажит, ну да. Так что они так-то пробивают. Вот в свое время брали Легионку против Террорблейда, потому что у него, кажется, 400% урона по иллюзиям. И, соответственно, Легионка просто одними копьями их просто сдуает. Независимо от того, сколько их приходит, там, какие они жирные, нежирные, просто кидаешь в Орвоминг Отс и до свидания. Ну, может быть, поэтому не стали еще один акцент на иллюзиях делать. Представляешь, что это иллюзия Наги Сирена, потом еще Луну доберешь, она под дизрапшеном, под бантой, все это летит на ХГ, копия минус иллюзия. Вот, соответственно, взяли себе еще Мирану. Нага будет стоять в пуле, Джиггернаут спокойно пофармит, Миран постоит в миде, и у ШД есть прекрасная возможность для того, чтобы выходить в мид из раза в раз, дизрапшен, неру, все это работает. Да, ну, вообще в LGD тоже такой тяжеловатый пик выглядит, Алхимик, Легионка, достаточно мощные лейты и, да, Бэтрайдер. Ну, на самом деле, четыре персонажа на Space Create для Алхимика взято. Это получается, что у нас, Кири Легионка, что ли? Да, да, очень похоже на то. То есть, да, Мэйби уже забрал себе Алхимик, он отправится в центр, Бэтрайдер будет стоять в Хардлине, Леон, Висп и Легионша займут либо Изилинью, либо Висп поромит, будет помогать Алхимику время от времени. Но в любом случае, на что рассчитывает в HD Гейминг? Легионша выформит себе ранние слоты, будут прилетать, убивать при поддержке Бэтрайдера и Леона, а Алхимик, Мэйби, все это время будет фармить, 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 фармить и еще раз фармить. Да, ну поехали, короче, посмотрим. Затем, как они будут фармить, фармить, фармить и еще раз фармить, посмотрим, будет ли Легионка с Аганимом. Вчера был просто, как это назвать, переломный момент в наличии Аганима на Легионке, потому что была у нас игра весьма-весьма показательная. И когда Легионка собрала рефрешер, Иллидан в чате написал, вроде бы, ну, ЛЦ норм, но Аганим круче. Что ты снова хочешь сделать, предикшены какие-нибудь быстренько? Ну, конечно, конечно, конечно. Так, количество смерти игроков до 25-й минуты. Мне кажется, большое будет количество смерти. Большое, а может быть, наоборот, небольшое, не знаю. Ну, Бэтрайдер, Легион Коммандер, Фингер. Ну, тут смотри, тут парни точно долго будут ничего не делать, потому что им нужны хоть какие-то стартовые артефакты. Хотя, да, хотя, да, думаю, ты прав, можно от 0 до 15 оставить. Ну, давай, давай, пусть будет от 0 до 15. Так, самое большое количество физического урона с руки. Оу. Ну, за один удар. За один удар, да? Угу, то есть криты, не криты. Ну, вот, вот, вот. Ну, наверное, от 500 до 750. А, там Джеггер с критами, да, наверное, так и будет. Точно. Так, кто ставит больше всего вардов до 15-й минуты? Шедоу Демон или Леон? Леон. Леон? Фенрир или Икзет? Может, Фенрир? А может, Леон? Икзет может? Ну, ладно, пусть будет, хорошо. Если что, я все на тебя потом спихну. Можно. И время сноса первого барака. О, ну это, слушай, это ты должен знать. Хорошо, хорошо, пусть будет вот 30-40. Поехали. Как раз мы успели вовремя справиться. Ну, и давай сразу немного представим команды. И, пожалуй, начну я с команды LGD Gaming. Икзет на Леоне. Бэтрайдер от Джиксинга. Мэйби будет бегать на Алхимике. Эйм легионка. Причем он уходит в сложную линию, что очень любопытно. Ну, и М99 играет на Виспе. Ну, что ж, а Вичи Джей состоят из Роти Кей. Только что подстрял на боте на Сент-Кинге, но вроде как убегает. Ну, знаешь, Феррозблат на Роти Кае, это вот как ФБ на ПГГ. На самом деле, он на себе уже 4 стака Напалма держит. Ему очень больно. Получится догнать. Оу, какой потрясающий спайк копается Роти Кей. Но 6 стаков Напалма очень сильно замедляют. И это ФБ для Икзета. Причем долетает его огненная тычка. Вот так вот мы застали. Представляет такой игрок, как Роти Кей. На его фейме небольшом. Давай еще кого-то попробуем представить. И вдруг его тоже убьют. Итак, Хим Мирана. Он вроде тут разбирается с Амой потихонечку. Смотрите, что. Если бы сейчас попал Эру, я была бы в шоке, конечно. Фенрир Шадоу Демон. Вот он рядом с Мираной здесь находится. Но она Гассирена, все-таки она медовая. И Агрессив на Джиггернауте. Да, я думаю, можем сейчас начинать смотреть. Затем, как Ротка в очередной раз получает по щам. Да. Пощечины такие. Плеухи от Леона. Спайки залетают по КД. Смотри, какие интересные лейнинги. У ЛГД они то ли слапаются, то ли делают что-то непонятное. У Вичи и Джей вообще Нага пошла мид все-таки. Алхимик погиб все-таки. Шадоу Демон и Мирана его замучили. А Мирана саппорт по итогу. Соответственно, если на корпозицию ходит Нага, то Мирана превращается в саппорта. Я не уважаю Мирана саппорт без какой-либо поддержки. Но здесь есть Шадоу Демон, она сможет себе реализовывать с самого начала. Плюс, если что, Нага может ту же сеточку, например, вкачать, чтобы Миране тоже было удобнее попадать. Это, конечно, уже личные предпочтения. То, что они сейчас вообще Мэйби убили, это потрясающе. Да, вот сейчас опять Родк. В этот раз решил сам первый напасть. АДД у Икзета прилетела такая стрела бесшумная. Причем, да, как-то странно все выглядит. В итоге мы видим то, что Икзет отбивается. С дабл дэмиджем он может еще и Шадоу Демону объяснить, что здесь по чем. Но умирает, правда, первый. А Родк потратил же подкоп, правда, у него есть манга. Четыре секунды. Копия еще есть у Ама. Мне кажется, все-таки догонит, потому что рейндж Бород Страйку очень невелик. Ага, второй левел, второй левел есть у Сент Кинга. Он просто спрятался в песке, набросал пыли в глаза. Да, ну и вот она, Нага, которая стоит в миде против Алхимика. Что там у нас? Ну, да, рунки, правда, уже давным-давно забирали. Мне кажется, просто изначально немного не угадали LGD с линиями. Возможно, ожидали встретить на верхней стороне Сент Кинга. Может, думали, что к ним придут агрессивные триплоид рации. Может быть, сами себя перемудрили немного. И в итоге пришлось переслапываться. Ну, мне почему-то именно так и кажется. Ну, и в итоге очень быстро приняли решение о том, что приходится легионке возвращаться назад. Но она уже к этому моменту достаточно сильно отстает по крипстату. 8-6 против 18 на 2 у Джаггера. Да, сейчас придется, хочешь не хочешь, наращивать это преимущество по крипам, возвращать себе... Возвращать время вспять, можно сказать. Я не знаю, правда, как этот Джаггернал сейчас догонять, а кто-то в дизрабшине спрятался. И это был висп, туда же залетел эру. Конечно же, это очень простой фраг для Вичи Джей. Да, и при этом Алхимик даже помочь ничем не может. Он смотрит на этого виспа беззащитного и только соболезновать ему может. Кстати, тут, наверное, еще и Миранке можно пособолезновать. Она первого уровня, липа нет. Что делает этот бэтрайдер? Он все еще не переместился. Все уже ретировались, кто куда разбежался, кто-то на мид, кто-то на бот. А он все еще находится в лесах. И то и дело на боте всплывает, на ФБ. Теперь на руне всплывает. То есть он не спешит идти на топ, стоит против Джаггернау, так как видишь. Ты видела, что сделал Шэдоу Демон? А Шэдоу Демон? Крисюк, как сказал Фобос. Крисюк. Я думаю, что сейчас, возможно, на русском языке это же сказал Мэйби. Потому что ШД просто сломал баунти-руну. Прямо перед глазами Алхимик, он уже к ней тянулся. Какая боль, наверное, наблюдать за этим. Даже, понимаешь, он даже не спрятал его и не взял. Он ее сломал. Никуда ушла руна. Коварный ШД. Но здесь, конечно, огромное количество стаков. Тоже обратите внимание. Алхимик невероятное количество крипов сейчас забирает. Плюс там эти маленькие скелетики, за которых ты получаешь денег больше, чем за, не знаю... Непроработанные по текстурам. Да, вот эти полтора полигона. Так, Сункин. Ростикей продолжает очень агрессивно играть. Здесь имел на поддержке Фенериер. И очень приходит во время Мирана. Оксу делается очень трудно пробить. Да, Сункинг хороший. Ну, Сатир помогает. Говорит, что-то я вижу, вы плохо справляетесь, пацаны. Ладно, держите шокуэйв. Так и быть. С барского плеча, да? Да, да, да. Ну что же, благодаря Сатиру, кровожадному, его шокуэйву, смогли Вичи справиться с ЛЦ. Она бы, мне кажется, все еще долго жила, несмотря на очень обовремя пришедшую Мирану. Посмотри, как Алхимику скрипчиками везет. Вот эти маленькие големы, они тоже очень круто заходят. Те же тролли на большом кемпе тоже очень круто смотрятся. И таким образом Мэйви может... Вот он уже Джиггернаута опережает, который в легкой своей стоит. Ну, по-моему, Мэйви замаксил Алхимик. Не, пока точка третья. Спрей преимущественно идет. Ну, оно и правильно. Но в любом случае, мы помним, что один раз Алхимик в миде погибал. Время от времени там появлялись Эждэ и Мирана соответственно. Поэтому приходилось уходить в лес. И благо, благо, всегда есть висп, который стакает и помогает. Иначе бы, конечно, у Мэйби дела были разу-два хуже. И снова руна богатства на боте. Мэйби-то еще и руны не достаются. И при этом он сохраняет такой фарм. Да, и он на 400 золота обгоняет Нага Сирену. Но вот представь, чтобы он забрал еще пару баунти-рунок. У него уже 4500 нэндворса было. Не везет. Не везет на руны. Все они почему-то на боте. А на боте кружатся мечи Эджей. Пострадал на этот раз Леон. Ну что ж, Фенрир в составе... Как правильно прочитать? Хим? А, Хим. Да. Слушай, я издалека уже видеть плохо стал. Вот так вот в доту-то играть. Видишь, до чего доводит. Дуэль, кстати, используется. И это первая победа для Эйма. И первая десяточка урона. Смотрю, там Фаник проснулся, видимо. Пишет уже к уроке. Красава, братишка, транслитом. Good job. Фаник очень сильно топит за Куру. Он там вчера сидел с плакатами Liquid, с татуировками на лице Liquid. Ну, конечно же, нет, но если бы можно было, он бы так сделал, я уверен. Блин, на самом деле, то, что ты сейчас описал, я пытался себе это представить в прямом эфире. Это было вообще классно. Почему нельзя-то? Можно, но чуть-чуть. Главное не перегнуть палку, конечно же. Агрессив, но тоже продолжает наслаждаться фармом. И, кстати, здесь же находится Бэтрайдер. Да, кстати, что у него там? Просто Бэтрайдер из-за того, что... 1400 голды, у него все неплохо. Да, и вот, знаешь, вот этот Виндлейс меня наталкивает на мысли о том, что, возможно, это будет не Блинк, но... Если это будет не Блинк, он должен будет купить барабаны, наверное, прямо сейчас. Может и купит. Поглядим, поглядим. Может и купит, а может все-таки на Блинк накопит. Кто знает, какой левел у Виспа на данный момент времени? 7.41, левел 4 Виспа. По левелу, конечно, он немножко проседает. По-моему, этот М99 это Виктория. Он продолжает стакать леса алхимику, и желательно алхимику вместе с Виспом их фармить, чтобы он получал свой заслуженный экспириенс. Все-таки не зря Шестаки делал. Нельзя быть настолько альтруистом. Все, все, всем. Опять на боте, ровно богатство, это что, шутка? На этот раз Ама ее забирает. Стоит заметить, что Ама первую же дуэль, как только он ее получил, они вместе с Виспом ее успели реализовать. И снова выход в Энрир. На этот раз Агрессив. Мне очень нравится, когда ранние передвижения организовывают кэрри герои, имея высокий левел, артефакты и ультимейт. Не зря у него просто никнейм Агрессив. То есть он изначально, когда команда CD&C еще в то время собиралась, все обратили внимание, так у нас там Бэтрайдер на Гассирену в это время в центре сжег. Ну, я так понял, там практически все герои участвовали. Есть ли Драмсы? Может быть, он на Драмсах догнал? Нет-нет-нет, он все-таки купил себе там рейндропы. Помогательный артефакт. Я просто так понял. Так, во-первых, у нас сейчас тут могут быть проблемы легионки, но летит сюда Бэтрайдер. Отменяют, по-моему, ТП. У нас что ли ТП? Оранжевый ТП, это у нас Висп. Висп туда перемещается. Виктория. Присосался Камы и убегают. Так вот, касательно Бэтрайдера. Почему все-таки это должен быть Блинк первым артефактом, а не Барабаны? Потому что лес у Бэтрайдера просто отобран. Отобран Алхимиком. И у Бэтрайдера вряд ли появится возможность в дальнейшем купить Барабаны, а потом еще какие-то стаки зафармить на Блинк. Потому что придет Алхимик, скажет, ты, конечно, молодец вдруг, что ты тут стаки фармишь, но давай-ка вали отсюда. Мне деньги нужнее. Ну да, ты намекаешь на то, что Бэтрайдеру следовало бы купить себе фастдаггеры и пытаться фармить за счет киллов. Именно так, именно так. Тем более, что есть Легионка с Виспом. Схема предельно простая. Бэтрайдер прыгает, кого-то цепляет, туда делается релакейт с Легионкой, и вы добиваете этого персонажа. Это почти гарантированная дуэлька, но главное, чтобы не было какого-то качественного подсейва либо контр-инициации. Потому что и контроль здесь есть, Цинкинг, Мирана, например, и подсейв в виде шаду-демона также имеется. Ну что ж, Агрессив в это же время наших обсуждений уже почти добил середин-вышку на боте, несмотря на то, что его перетяжка с топа, по сути, под касательных фрагов, если затрагивать тему фрагов, была бесцельная, ничего не получилось, загангать не вышло. Но, тем не менее, вышечку они слопали, а на топе вышка у Дайер самих стоит. Да. Кстати, еще немножко офф-топа. Так как в Юго-Восточной Азии сейчас проблемы с серверами очень серьезные, то игра, которая должна была состояться сейчас, это VG Unity против Fnatic, игра в нижней части сетки, она перенесена на завтра на 10 SGT. Но, насколько я понял, это будет просто... Одна игра начнется на 1-3 раньше, чем планировался изначально этот регион. Либо с нее начнут. Блин, черт побери. В общем, я дождусь, когда нам напишут нормальное время, а то есть SGT, PGT, еще что-нибудь там Т. Так, а тем временем, RTK делает выход в Рострайк в пусты, пытается сделать E-PAL, тут даже палец, все на свете, и вытащили все-таки на лосо, и аму еще и дуэль досталась, буквально на крыполях, на последних крыполях к ХП RTK, и ему удалось все туда проезжать. На, ну дуэлька, это замечательно, это еще немного дэмэджа, армлет у легионки уже на подходе, действительно. А что там у алхимика? У алхимика 2 800 и тоже армлет. Давай, твои ставки. Нага-сирена или алхимик? Ну, алхимик, конечно же. Алхимик. Ну, я тебе так скажу, что Radiance появится у Наги намного позже. Мейбин оформит его раньше. Соответственно, по фарму он будет разгоняться быстрее намного. И все будет зависеть от симфайтов и от того, насколько сильно будут напрягать Нагу-сирену. Чем напрягать Нагу-сирену есть? И это основной плюс команды LGD Gaming. Если бы не было таких героев, как Бэтрайдер, как Легион Командер, с Рокейтом можно прилетать и накрывать Нагу-сирену, а не цилируясь Бэтрайдер, она никак свой сон не завязает в лосо, тогда бы были проблемы. Тогда бы я на Нагу поставила, потому что она бы фармила со своим соном, никто бы ей проблем не доставлялся, и катить врага по всей карте. А так, поскольку очень много цепляторов у LGD, и у них есть план, как справиться с вражескими КР-героями, я делаю ставку на Мэйбит. Меня ты убедила 100%. Это все, что я могу сказать. Да, ну вот сейчас главное, чтобы вот такие варды стояли, где ты можешь видеть эту Нагу. Правда, если Ноно будет хорошо реагировать, то просто ворваться с Релакейта не получится, потому что заранее будет просто слип прожат. Лосо обязательно. Идеальная инициация будет происходить с Лосо. А вот у Бэтрайдера, да, он все-таки заранее с Решел Сиби Дайгер. Если шестой виспад, да. Да, и вот она, Легионка. Ладно, не буду я поднимать тему аганимов на Легионке. Ты часто играешь на Легионке? У меня вообще очень мало персонажей в пуле отсутствует. Это, пожалуй, мой единственный плюс. Если не могу апнуть ММР, то хотя бы полгероев широкий. Вот, ну, да, да, и если честно, не так часто я беру аганим на Легион Командер для игр, не затягиваются до момента, как этот аганим понадобится, может. Ну и ладно. Давно таких игр не было, по крайней мере. Задоджила ответ. По крайней мере, знаю, что этот аганим дает. Вы деретесь бесконечно. Эта дуэль происходит до того момента, пока кто-либо не победит. Нет, нет, нет. Вот, вот в этом-то и штука. Я, честно говоря, очень часто сталкиваюсь с тем, что люди помнят предыдущую версию. Предыдущая версия была именно такая. Это я из этих вода. Вот, вот. И когда я говорю настоящую схему действия этого ультимейта, они такие, блин, вроде норм. Суть в том, что дуэль действует там 6-7-8 секунд со скипетром, и вы не способны получать урон снаружи, то есть от других героев. То есть вы наносите урон только друг другу. Вы обособлены, эту дуэль проводите. Да, да, да. Это очень прикольно, потому что ты, по сути, можешь как дизейбл использовать. Так как вроде и было, нет? Нет. Раньше вас могли месить все. А, так поэтому аганимы не покупали, потому что, ну, это, не знаю, абсурд. Вот. А сейчас, по сути, ты в кого вкрыс... Да, тогда аганим лучше стал, безусловно. Вот и я о том же. То есть сейчас он действительно чуть более юзабельный. И раньше, да, раньше вот эта бесконечная дуэль, это было нечто. Вы можете просто взять и все и охавкой, и зафокусить ЛЦ, которая не собирается отступать, и отступит нескоро. Да, да, тогда прок аганимы явно есть. Но, опять же, без шипы, без дайдера... Не, ну понятно, понятно, что не первым артефактом. Естественно, естественно. Когда-то там, потом, потом. Смотри, мэйби с активированным ультимейтом, с радиансом, армлетом, угрызается в тавер, а вот и шадоу демон, а вот и эпицентр, все это в мэйби увести. Ну я... Ох, как же мне больно наблюдать этих виспов, которые не успевают в Нерлоките увести. И ни у кого не получается, ты понимаешь? Что с этим виспом произошло? Может быть, ты шаришь в патчах, вот висп — это один из персонажей, который в мой полгероев не входит. Я на виспе не играю. Но я знаю, что у него, собственно, да, каст-делей, он уменьшается с течением левела. Его фиксили, может, он еще больше стал, раньше был меньше? Да, кажется, это так. Мы вчера, кажется, эту тему затрагивали, там раньше было то ли 2-3 секунды, то ли что-то такое. Может быть, с двух отсчет начинался, потому что сейчас игроки как будто настроены мысленно, у них уже, не знаю, в поджилках, подкожи, эти тайминги, и они никак не могут смириться с тем, что сейчас виспом происходит. Потому что если раньше я регулярно наблюдала, как EGM и прочие игроки на виспах увозят своих коров из тимфайта на самых последних таких хитпоинтах, на критических моментах, то сейчас не получается ни у кого. Я вот сейчас как раз пытаюсь открыть. Да, да, на 2 десятых секунды увеличили время релокейта. Раньше было 2,5-2,25-2, сейчас 2,7-2,35-2. В итоге это все те же 2 секунды, но вот на 1-2 уровне... 2-3 секунды решают, вот серьезно, вот прям совсем чуть-чуть не хватает вот эти виспы, потом возвращаются, ну, я пытался. Ну или если получилось ввести вот это ясделяль. Ясделяль. Ну знаешь, теперь я заметила, что если появляется висп, многие стараются заранее, знаешь, ввести. Или просто хотя бы дислоцироваться прям неподалеку, прилететь, не на базу даже увозят. Хотя бы фокус, да, снять. То есть там алхимику много времени не нужно. Да, ему буквально несколько секунд, он подрегенится и пойдет дальше драться. Ну видишь, в данном моменте, к сожалению, Виктория не доиграл, не вышла засейвить Мэйби, а Мэйби стояла вообще впереди планеты всей, очень агрессивно себя вел и хотел эту Терридную вышку. По итогу ее заденайли или нет, я правда не заметила, потому что мне стало очень обидно. Да, заденайл Санкин, потом эту башню. Ну, как я все чувствую. Там, смотри вообще, какой интересный билд у Фенрира. Он не качает Шадоу Пойзон, у него просто Дизрапшн и Соул Кейчер. Так, Копа Цепиер, Тикея, сюда же раскручивается Джиггерна, он пострял Леон, ты посмотри, как он далеко вообще в этом Терридной файде находится. Здесь же стоит Мэйби, говорит, ты не пройдешь, Экзет живет до сих пор. Слушай, но он выдал еще палец, забирает в итоге Сент Кинга, его подхиливала Легионка, но недолго жил Леон и вновь дуэль. Насколько я понимаю, была выиграна. Банк, долетай, Терелокейт сюда же, если Виктория не доиграл в предыдущем моменте, то здесь он сыграл блестяще. Да, и только Шадоу Демон остался жить, да, какой же Лагодром лютый, но да ладно, я думаю, мы это как-то переживем. И это минус 4 в размен только лишь на Виспа и на Леона, то есть два суппорта всего лишь погибло и вот такая вот разница по голде получилась. И вновь же дуэлька, дуэлька, дуэлька. Еле живые, но победители. Конечно, конечно. Тут еще Армлетом можно поиграть. Кстати, два персонажа с Армлетами. И у меня вот один только вопрос. Аппарат? Да, 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 да. Читаю тебя. Где он? Почему нет Паришина? Против вас играет Висп и Алхимик. И Легионка потенциально будет покупать Армлет. Ну понятно, что при виде Аппаришина она этого делать не будет, но все же, где Аппаришин? В чем ваша проблема? Я не помню, на стадии драфта оказался ли Аппарат в бане, но по-моему нет. По-моему нет. Да нет, его там не было. Если бы он был, и мы такие, о, блин, реально Аппарат, какой предусмотрительный бан. класт бан, соответственно, против Виспа, против Фулцеда и против Бэтрайдера, ну неплохо смотрелся бы Аппаришин. Не знаю, почему не взяли. Да и в связке с Фунриером и ранее добранным Шадоу Демоном, ну тоже нормально. Ну да. Нормально. Ну, короче, ладно, все-все-все. Не всегда самые логичные решения оказываются, возможно, даже самыми правильными. Посмотрим, как это Мирана будет справляться. А вот и Джиггернаут подстрял, если туда Эру или что-нибудь еще, да, пошел. Очень таймингово все сделал, Лексет здесь, расправились с Джиггернаутом. И Мпэйл, и Фиксыч, и на связи с дидлой. Ну, это развал какой-то. Драку за дракой пока что ЛЖД выигрывает. Ну вот герои, герои очень плотные. Мы видели то, что когда нападали в Вич и Гейминг, Джей, они вроде как зафокусили алхимика и все получилось неплохо. Но вот сейчас наверху не получилось там никого быстро снести. Сейчас тоже по одному там поотдавались. И кажется, я понимаю, как ЛЖД побеждали. В итоге вот просто эти персонажи, которые в лейте вообще фактически неубиваемые, до этого лейта доживали. Слушай, Роман, я вот сейчас гляжу на Нетворсы и понимаю, насколько же компендиум и все вот эти вот предикшены уворотливые. Почему сейчас топ Нетворс они не предложили? Я знаю, какой топ Нетворс будет, я в курсе. Слишком просто. Кстати, посмотри, что купил Алхимик. Я вот впервые такое вижу, и это очень круто. Пайп. Пуп. Да, как раз вот против этих Сенткингов Миран, так как Алхимик, видимо, решил, что он слишком сильно объедает свою команду, то нужно ей каким-то образом помогать, и это очень прикольно. А можно и продолжать объедать, но просто делать выгодные вложения для Тима непосредственно, а не только для себя любимого. И ГАС же, это Мэйби. Мэйби очень скилл, хороший игрок, мне нравится. Отличный мидер, один из топовых, на мой взгляд. И тут сейчас бах, 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 четыре раза подряд умер, слили игру. Травила себе, Мэйби приобрел помимо Пайпа. А тем временем, тем временем от Финнам побеждают на первой карте у команды Сикрет. У нас тут мультитвич. Да, я его тоже смотрю сейчас за наши ребята. Хотите, мы можем заочно покомментировать от Финнам Сикрет. Если вам эта игра поднадоела, мы переключимся, потом обратно. Я могу только пока покомментировать, какой же бафик и Санлайт у нас в эфире, Санлайт с Бэтсом на груди. Что-то ему очень серьезное втирает бафик на данный момент. Если вам интересно, то по-моему на Старладер 1 вы можете посмотреть, что конкретно они говорят, потому что у нас они замучены. Ну не то, чтобы они в муте, то чтобы мы слышать их не хотим, но чтобы эфиру не мешало. Я думаю, мы их замучили с тобой, думаю, что за дела. Я только потом уже понял, да, что... А может и замучили, кто знает. Поэтому мы в разных частях студии находимся. Не, ну с таким рабочим графиком, то неудивительно, если мы их замучили. Сколько у Ама выигранных дуэй на самом деле? 48 дополнительного демеджа и в целом практически 250 с руки и почти готовый... почти готовый БКБ. Бетрайдер зверствует с Даггером, Форстафом и Гемом уже готово. У Миран до сих пор нету Аганима, то есть у Хума все очень печально. 21 минуты игры. Патма... Хоть стоп, что? Это же саппорт Патма. Это саппорт Патма. Что я несу? Печально все у вот этого парня, у которого денег всего на 400 голды больше, чем у Патмы, вот Сенткин, который только что погиб. Но это Ротк. Вот знаешь, если мы говорим, ну это саппорт Патма, то есть ей можно простить, и тут ты смотришь и говоришь, ну вот это же Ротк, то есть это же оффлейн Ротк, ему тоже можно, 1-5 Сенткинг. Ну да, на фоне Бетрайдера Ротк явно проигрывает. У Бетрайдера 5-0-7, если что. Как тебе такой Бетрайдер? Да, довольно полярный счет, если оценивать. Когда Ротком... Так, где там дуэлирует? А, в центре, в центре задуэлировали. Ну, очередная выигранная дуэль для Ама, причем погибает Патма, что отсрачивает ее Аганим, по идее. Причем, вот знаешь, нужна, казалось бы, Ленкинсфера, потому что Легионка просто всех задолбет сейчас. Ну, Ленкинсфера, она такая дорогая. Да, и некому собирать. То есть, ну кто, Джиггернаут будет покупать, или Нага Сирена, ну, вряд ли. Хотя это два героя, которые единственные сейчас вот способны на фронтопору до приобретения. Ну, они могут купить, могут занять этой Ленкой слот, но когда, может быть, минут через 30, а куда исчез? Просто исчез, он кинь, испарился, выкопался, но два стакана палма, unstoppable. Просто unstoppable. Да, 15-9. Можно, кстати, я думаю, графики посмотреть. И вот, вот, вот. Ну, потрясающая игра от Джинксинга. На самом деле, мы заметили с самого начала, как он исполнял. Это было... Он помог сделать и ФБ на палме, там вроде закидал. Потом он находился в своем собственном лесу, фармил, постепенно выходил на руны. Перемстился на топ, там тоже пофармил, свой вывез. И теперь с даггером он реализует фраг за фрагом, фраг за фрагом. То есть, драфт ЛЖД работает как часы. Лассо, релокейт. Или просто лассо плюс Леон. Да. Очень круто, очень вероятивно. То есть, он может не только на веспа рассчитывать с плюс один, но и с Леоном формлять соло фрага спокойно. Тут почти кому не привези. Можно будет реализовать убийство какое-то. Тот же Алхимик уже становится весьма неплохим бойцом. У него там 200 урона и скорость атаки неплохая. И можно подраскрутить баночку, если что, пока человек в лассо сидит. Монтастайл уже готов, мэйби. Да, 19 тысячный творец, 23-я минута. У Алхимик все идет как надо. Угу. Как, в принципе, у его команды. 15 на 9 счет. Можно открыть общую таблицу счета, посмотреть, кто вообще у ЛЖД успел нафидить. Я думаю, что это был какой-нибудь висп. В теории, да, висп и Леон. Вот 6 фрагов, остается больше 3 на остальную часть команды и 6 на 0 джиксинг. Ух. Это Бэтрайдер. Ну, да, Бэтрайдер по-прежнему неплохо держится. Готовы. В очень агрессивной позиции сейчас находится ЛЖД. У них тут стоит вард, поэтому они видят приближение. Да, 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 конечно же, а вот и дуэль пытается сбрить и в пинге туда же. Ну, чтобы время сэкономить немного и так как гема у Бэтрайдера, то никакие Мунлайт Шэдоу не помогают. Минус 2 от команды ЛЖД. Ну, сейчас зайдут на Рошана просто. Да, легчайший Рошан будет, безусловно. И у Легионки сколько там уже выиграно? 76 урона у Легионки. Да, за 300 демажа вот только что было, что-то, что изменилось? А, она армлет выключила. Да, да, действительно. Да, они такие покоцали Рошана. Не. Долго. Или, думаю, это слишком легко потом будет побеждать. Давайте-ка немного усложним игровой режим. Да, вряд ли они, конечно, будут давать фору своему оппоненту. Скорее всего, дело в том, что 25-й минуты игры на дворе, несмотря на сильную доминацию ЛЖД гейминг, от этого респаун врагов не увеличится. И Санкинг уже в строю, и у Ротикея есть один главный артефакт. Это Блинк Даггер. И благодаря Блинк Даггеру можно защитить Рошана. Да, я вот, кстати, хотел обратить немножко внимание на Леона, потому что у Леона, во-первых, будет Блинк Даггер совсем скоро, вот после следующей пачки крипов. А, во-вторых, на его скилл билд. То есть мало того, что такой скилл билд позволяет очень легко расправляться с иллюзиями, так как у тебя кулдаун всего 4 секунды на Монодрейне, плюс герои типа Джиггернаутов за время, которое они находятся в Хексе там или в Импейле, просто лишаются маны, банально. То есть Леон просто в него всасывается, там никаких умней слэшей не будет. Что ты за герой без манов, в конце концов? Вот именно, да. Кто ты? Как там, филантроп, миллиардер, все дела. Ну, правда, Джиггернаут пока не может похвастаться своим Нетворсом. У него он еще четырехзначный, в то время как тут персонажи уже имеют просто в несколько раз показатели лучше. Да-да-да, почти что, почти что на десять тысяч золота Мэйби приезжает наугу, еще две тысячи где-нибудь поднабрать быстренько. Что-то он себе, по-моему, приобрел в секретке только что. Думаю, это выход в Акторин будет в любом случае. Да, Сулбустер. Им грызается в Тир-2 вышку, да и без Аигиса можно обойтись. Все хилиться, все живут, все плотные. Да, У Мэйби этими желтыми кулачищами еще и оружие достал. Ну да, что-то кулаками плохо ломается, сабельками пободрее. Легионка приобретает себе Ривер 2 700 с подрубленным армлетом. Не знаю, что там, Тараска, не Тараска. Можно Тараску, да, можно Сатаник, что Амма больше нравится. Мэйби вообще не остановить и даже не назвать эти это оружие саблями, это какие-то тесаки. Кстати, пришлось сложить. Это как раз те самые радиансы, которые у него правда пока тут один нарисован. Нужно второй собрать, вот для того, чтобы это выглядело более правильно. Легионка просто прыгнула под Т4 и съела Санкинга. И никакого сна, ни дизрапшена, ни Эру, никто вообще даже такие не сейвит. Все какие-то растерянные, потерянные. В кулдауне в кулдауне был дизрапшен, потому что что? Потому что Shadow Demon сделал иллюзии из алхимика. А, да, он старается отпушивать за их счет. Да, и вот на этом Эйм и подловил. Пошла стрела, пошел у нас Джигернаут, возможно, куда-то далеко. Нет, пока он вертушки пробивает, его было тяжеловато, но все же до него добрались. Минуту. Ну, смотри. А где раньше был Синий? Спела. Нага. Ну, это реквием, знаешь, по Джигернауту. Да, реквием. Это просто реквием, возможно, по этому матчу уже. Потому как на протяжении всего тимфайта абсолютно вся команда ЛГД была фуловая за исключением, пожалуй, Джиксинга, а его подхиливал Висп. То есть ни Амэ, ни Мэби уже не нуждаются в помощи Виспа. Они и так справляются, у них очень много. Да, и Висп думает, что я тут вообще буду делать что-то на ЛЦ. А, ты Мишину Куреля? Да, и летит что-то. Да, это Тараска. Это Тарасочка. Ну и вот, здравствуйте. 3900. Я могу аромат не выключать. Да. Ой, ну там сколько? 3700, да, получается. Или 3400 даже. Вот минус иллюзии только что сделал Леон. А ну, по-прежнему коцает барак и правый. Минус две линии сразу. Ну, он так ударил. Говорит, а ладно, сам сломается. Ничего страшного. И вот появляется два Акторина. Казалось бы, синхронно, но если внимательно присмотреться к Нетворсам Наги и Алхимика, то первая цифра у них отличается. Да, и я предвлекала эти 10 тысяч. Плюс 10 тысяч Нетворса, доминирующие над Нагой и у Алхимика. Так и случилось. Разрешает банку. Прямо в иллюзию. У Наги больше ничего не остается, кроме как пытаться как-то крипскипить. Вот сейчас мы видим иллюзия также отправляется на этих крипчиков. Алхимик негодует. Он идет разбираться. Смотри, а колбу разрешает, но опять же в иллюзию. Но крипы выжили. Это мало преследования идет за Нагой. У Наги, кстати, нет сна. Если сейчас ее найти, можно попытаться поймать. По-моему, видели, что Нонна? Это же может быть еще одна иллюзия. В том-то и дело. А-а-а. Так что, ты же не думаешь, что Нага настолько глупая, что она к тебе залезет под базу практически и будет находиться там лично. Да нет, нет, нет. Это реально иногда тоже работает. Иногда работает, да. Но, пожалуй, если залетит колба, то станет понятно, что это такое настоящее Нага или же все же нет. На любом случае, алхимик ее заигнорил. То есть, он может сосредоточиться на рошанах, на отпушивании линии, на... или на смоку выходе, например. На ганге. Рассчитывать сделать пиков и закончить игру. Смотри, поймали Ротка. Кого бы они могли поймать, интересно, конечно же, Ротике. Можно не глядя, просто сказать, кто там в этом пламени горит. Еще одна дуэль для Легионки. Можно будет после игры как раз посмотреть, сколько раз Легионка там его убивала. Да вообще, в принципе, как Ротике покоряет... Дно? Дно. Берет новые вершины, побивает рекорды Бобоки. Становится жертвой просто оппонента своего. Причем одного и того же, зачастую. Да. На ОЛЦ уже там почти сотка дэмэджа. Еще Хипперстон купила себе. Сколько там уже? Ну, 0.74. Она еще с контратаки ударит, подойдет, три удара подряд сделает. И мне кажется, лица не останется ни у Ротикея, ни у Мираны, ни у Тиболи Фенрира. Там и два удара будет достаточно. Ну вот, Легионка прыгает, но сразу же слип. А как вы собираетесь? Они игнорируют Ама, потому что понимают, что ничего себе не сделают. Успеют дать... Ультимейт успел дать Ама до того, как Мирана липнется, но во время липа так получилось. Это просто заменец лютый. Они размотали Вич и Джей. ЛГД потрясающе играют. И пик хороший. Да, пик действительно неплохой. И герои Вич Гейминг, они вот как-то вообще не смотрятся. То есть непонятно, как они должны убивать этих героев. Покажу мне героя с таким, ну, с достаточно уровнем Бирстон, который может справиться с Алхимиком. Там просто рэмпэйдж для Эйма. Под фонтаном. Ну, мы с тобой хорошие аналитики. Кажется, на этот раз мы все-таки лузеры. Нам предыдущие предсказания, предикшены предыдущие намекали на то, что вы всего лишь один пункт угадали с натяжечкой. И то там повезло, повезло фактически. Да уж. Ну, что поделать. Да у нас есть студия аналитики, как бы, так что. Мы будем на них потом все спихивать. Да, следующий матч, который у нас должен быть на этом стриме, это CDC против и Home X. Я сейчас погляжу, где они у нас там находятся. в турнирной таблице. И Home X как раз покоряют дно вместе с Ротикеем. У них нет еще ни одной победы. Это 0-7. Ну, и, собственно, CDC. Что-то еще можно сказать. Ребята, которые тоже уже потеряли шансы на выход. То есть, это будет игра, которая...